МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Когда-то автомобиль кабриолет можно было легко выделить из толпы машин благодаря вот такой складной мягкой крыше. Подчеркиваю, мягкой крыше. И если не брать такую экзотику, как, например, 402-й Пежо конца 30-х, первый купе-кабриолет в истории человечества, то подавляющее большинство автомобилей, таких, например, как вот этот вот, Крайсер Таунэн Кантри 49-го года, имели именно складную мягкую крышу. Пусть не такую, а утилитарную, но зато каждый кабриолет имел легкий налет аристократизма. Однако время шло и практически избрало свое. И уже в 50-х, 60-х появляются первые крупно-серийные автомобили со складным жестким верхом, такие, как, например, Ford Tanda Biot. А потом пошло-поехало. И то, что не мог дать серийный автопром, компенсировали многочисленные тюнинговые ателье, которые создавали купе-кабриолеты на свой вкус, на свой лад, делая их из всего, начиная от малолитражек, заканчивая помпезными купе премиум-брендов. Однако сегодня купе-кабриолет стал такой же массовой, такой же распространенной и привычной, в общем-то, вещью, как обычное купе или седан. И даже те, кто еще недавно делал машины с мягким верхом, стали делать эти более простые и утилитарные машинки. И мягкий верх сегодня удел автомобилей, ну, совсем пафосных, совсем аристократичных, таких, как, например, Бентли, Роллс-Ройс, Ламборгини. Однако, видимо, даже в прагматичных мозгах маркетологов все-таки есть мысль о том, что место романтики осталось на нашей планете, пусть его не так много, а поэтому машины с мягким верхом нужны. И это не только маленькие ростеры типа Мазды и МХ5, это и полноценные четырехместные кабриолеты, причем не обязательно, чтобы они стоили целое состояние. Это, может быть, и вполне доступный продукт, как, например, пра-пра-пра-правнук вот этого Chrysler Town & Country. Новый Chrysler Sabrin Cabrio тоже выходит с мягкой крышей. Правда, у него появился брат-близнец, и это уже дань моде. Машина со складным жестким верхом. Так что сегодня есть возможность выбора. И о ней в нашей программе. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что мягкий верх сохранили еще Saab 9.3 и Audi A4, которых Chrysler называют основными конкурентами из Себринга. Правда, еще один из тех, кого называют среди конкурентов, это Volvo C70 мягкого верха как раз лишился. Вольвцы сделали выбор в пользу жесткой крыши. Впрочем, насколько можно говорить о конкуренции с тем же самым Volvo C70, мы попробуем разобраться в ходе нашего теста. При этом, чтобы до конца оставаться корректным, заметим, что два варианта складной крыши, жесткой и мягкой, уже предлагала Mazda с моделью MX-5 совсем недавно. Правда, там речь идет о маленьком ростре. А здесь полноценный большой четырехместный кабриолет. И в этом смысле, в своем классе, Себринг действительно пока остается уникальным. Это действительно большая машина. И особенно создатели ее отмечают большой багажник, который, по их заверениям, является тоже самым большим. Самый большой в своем сегменте, разумеется. Однако, если крайсеровцы относят к этому сегменту куда более дорогой Volvo C70, тут промашечка вышла, у C70 багажник будет поболее. Но здесь все равно 373 литра, если крыши в багажнике нет, и чуть меньше 200 литров, если крыша в багажнике есть. При этом сюда помещаются, по заверениям создателей автомобиля, две сумки для гольфа, легко, а это является для американского рынка во многом определяющим фактором. При этом, что важно, и мягкая, и жесткая крыша занимают в багажнике абсолютно одинаковый объем. А все почему? Потому что кинематика их работы одинаковая, да и построены они на одной и той же силовой конструкции. То есть отличаются лишь, скажем так, грубо обшивкой. В одном случае это будет мягкая ткань, в другом случае металл. Однако, если мы продолжаем тему конкуренции, то объем багажника, наверное, не самый главный параметр для кабриолета, не самый главный параметр при выборе машины с откидным верхом. А вот то, что Себринг предлагается с двумя вариантами крыши, это важный козырь. Правда, неизвестно, какой вариант крыши, вернее, неизвестно, будут ли оба варианта крыши предлагаться в России, или маркетологи ограничатся лишь жестким верхом. Но, помимо мягкой и жесткой крыши, у Себринга и Кабрио есть еще один неубиенный аргумент. Это цена. И вот вокруг этого критерия и будет крутиться наш сегодняшний тест. Несмотря на то, что Крайслер Себрин Кабрио, который мы тестировали на дорогах США, исполнен был в европейской спецификации, это абсолютно американский автомобиль, поскольку соответствует американскому представлению о комфорте автомобиля для среднего класса. автомобиля, который претендует на то, чтобы больше казаться, чем быть на самом деле. И поэтому мы сталкиваемся тут с удивительными вещами. С одной стороны, полноценная, потрясающая мультимедийная установка, в которой можно закачивать фотографии, музыку. Здесь есть собственный жесткий диск. Она может хранить такой объем музыкальных композиций, который позволит слушать их от Москвы до Владивостока, ни разу не натыкаясь на одну и ту же песню. И, разумеется, здесь есть изрядное число подстаканников. Причем эти подстаканники умные, они умеют подогревать то, что в них находится, и охлаждать. В соответствующий режим можно убирать кнопочки между передними сидениями. С другой стороны, здесь нет даже полноценного электропривода сидений. Пассажирское сидение, все механическое. А водительское кресло, электромоторчик можно регулировать только вперед-назад. А вот спинку тоже нужно поднимать при помощи рукоятки. И еще, на машинах такого класса, и если это позиционируется как конкурент Audi A4, Saabu 9.3 и даже Volvo C70, просто необходимо иметь раздельный климат-контроль. Ведь, в конце концов, в городах все-таки предпочтительнее ездить с поднятым верхом, для того, чтобы не травиться тем, что выплевывают на дорогу всякие грузовики, карбюраторные машины, особенно относится это к нашим российским городам. Так вот, раздельного климат-контроля здесь нет. Однако, с другой стороны, климатический комфорт в машине организован потрясающе. То есть, очень эффективная, мощная печка, и очень хорошо распределяются воздушные потоки по салону. И не в последнюю очередь этот эффект достигается благодаря очень хорошо продуманной аэродинамике. Даже с опущенными стеклами, даже на приличной скорости, а сейчас на спидометре у нас примерно 90 км в час, с опущенными стеклами можно ехать и разговаривать, не напрягая голоса. При этом волосы не сбиваются в колтун, и мозги не выдувают. Однако, стоит нам чуть-чуть ускориться, примерно до 100. И да, теперь уже хочется поднять стекла. А вот подняв стекла, мы можем ехать, ехать и ехать. При этом, соблазн поднять крышу наступает где-то уже после 160. При этом, что очень важно, в машине тепло. Сейчас на улице плюс 17. Однако, возникает острое желание потихоньку убавить температуру климат-контроля. В качестве опции к этому автомобилю, как, впрочем, и к другим кабриолетам, предлагается специальный защитный экран, которого с собой у нас нет. Но если мы его поставим, создатели утверждают, вы можете ездить на кабриолете даже при минусовой температуре. В это можно поверить, поскольку опыт зимней эксплуатации кабриолетов у нас есть. И мы, надеюсь, продолжим эту историю ближайшей зимой, включив в состав испытуемых Chrysler Sebring Cabrio. Кстати, как и положено настоящему американцу, Sebring Cabrio – дитя глобализации. Под капотом его урчит, в том числе, и двухлитровый фольксвагеновский турбодизель. Не самое плохое заимствование, доложу я вам. К сожалению, в России будет недоступен двухлитровый турбодизель. Тот самый мотор, который стоит у нас сейчас под капотом. Вы не поверите, но по своему крутящему моменту он превосходит бензиновый мотор 2700 кубов, который как раз и будет предлагаться в нашей стране. 310 ньютонов на метр позволяют ехать очень динамично в городском потоке, а на трассе иногда забывать про то, что мы едем с шестиступенчатой механической коробкой. Воспыл передачу и катишься, как на автомате, потому что, в отличие от большинства современных турбодизелей, которые очень любят высокие обороты, этот мотор обладает некой тракторностью, присущей старым дизелям, дизелям старой школы. И на нем действительно можно ехать практически на хвостых, на высоких передачах. Он все терпит, и это его очень важная достоинство. Что касается мотора 2700 кубов, то, наконец-то, у него новая супруга. Шестиступенчатая автоматическая коробка, которая пришла на смену четырехступенчатой старушке, ведущей свою историю еще с начала 80-х годов прошлого века. И теперь все проблемы, связанные с некоторой задумчивостью этой пары, будут решены, и машина станет куда динамичнее, куда спортивнее. Если, повторюсь, о спортивности Крайслера Сэбрин Кабрио, как таковой, можно говорить. Машина все-таки это больше прогулочная. И в какой-то степени семейная. Пусть Кабриолеты называют аппаратами для эгоистов. О неком семейном статусе, семейном характере этого автомобиля говорит хотя бы тот факт, что в качестве обивки салона предлагается специальная ткань Yes Essential, которая отмывается в любой ситуации, пролеет на нее хоть красное вино, хоть любую другую, агрессивную во всех отношениях жидкость. Это очень актуально для тех, кто ездит с малыми детьми. И, собственно, для таких владельцев эта комплектация, комплектация с этой обивкой, собственно, и сделана. Ну, а раз так, то к этой машине само собой предъявляются некоторые иные требования, чем, по-настоящему, спортивным и заряженным кабриолетом. А посему, может быть, и не нужен здесь большой, мощный мотор под, там, 250-300 лошадиных сил. А может быть, и не нужно здесь той самой острой, отточенной управляемости. Кстати, что касается двухлитрового турбодизеля, то, несмотря на то, что эта машина весит почти две тонны, тащит он её весьма исправно, без каких-либо, естественно, откровений. Но свою работу он делает. Кстати, мотор в 2,7 в этом плане тоже ведёт себя весьма и весьма достойно. Кстати, несмотря на то, что Сэблин Кабрио не назовёшь даже физкультурником, он довольно жилистый, крепенький такой. Жёсткость кузова его по сравнению с предшественником увеличена в полтора раза. Ведь и платить, что для владельца не только спортивного, но и прогулочного автомобиля крайне важно, что при проезде всяких неровностей, вроде лежачих полицейских или ям, которых на американских дорогах тоже немало, двери в проёмах не громыхали, а картинка в зеркалах не плясала джиги. Ну, а самый главный вывод, который мы можем сделать, таков. Крайслер Сэблин Кабрио – это, наверное, самое удачное приобретение в своём классе. Если для вас не имеют значения такие мелочи, как те же электрические кресла или раздельный климат. Поскольку, пусть цены ещё и неизвестны, но очевидно, что если говорить о пропорциях и переносить пропорции американского рынка на наши реалии, то машина будет стоить где-то в районе 40 тысяч долларов. Согласитесь, за эти деньги купить полноразмерный четырёхместный кабриолет, который бы ещё так статусно выглядел, это не просто, если вообще, возможно, статусность. Вот главное, о чём, наверное, можно говорить, применимо к Крайслеру Сэблин. Особенно, если вы хотите казаться статусными в глазах тех, кто, в общем, не очень хорошо разбирается в реалиях автомобильного рынка и в особенностях комплектаций. А Крайслер эту статусность даёт и даёт на 100%, потому что выглядит эта машина больше, чем на самом деле она есть. Больше не в смысле размеров, а в смысле качества, цены и того же статуса. И если вы хотите сохранить ощущение этой самой статусности в глазах окружающих, вы это сделаете благодаря этому автомобилю. Самое главное, не показывать этим самым окружающим чек с довольно скромной суммой на приобретение этой штучки и не давать им трогать пластмассу в салоне. И вот тогда вы обретёте счастье своё. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok